По мнению Горсовета, спасти дом Руссова еще можно. Правда, сделать это надо до того, как здание полностью обвалится. Пока существует несколько вариантов сбережения памятника архитектуры. Отреставрировать или сохранить все лепные детали, демонтировать здание и воссоздать его заново. Для любителей манипуляций и жареных фактов в прессе о том, что сейчас пойдут бегущие сроки, что мы хотим памятник архитектуры не сберечь. Мы всячески хотим это сделать. И сегодняшнее очередное заседание тому явное подтверждение. Город признал дом Руссова аварийным. То, что было видно невооруженным глазом, получило официальное подтверждение только месяц назад. Между тем, представитель компании-инвестора Инкор, общаясь с нашими журналистами полгода назад, сказал, что аварийным дом Руссова был еще в 2000 году. Сейчас, после всех проверок, его состояние оценивается как руинированные останки. Зная о состоянии дома, компания, по словам горсовета, не предпринимает никаких мер по спасению здания. Вся работа ведется в одностороннем порядке. Еще год назад, когда мы начинали заниматься уже больше этим вопросом, он не пришел, никаких документов, подтверждающих свое желание, он не представил. В декабре прошлого года представитель Инкора рассказывал нашим корреспондентам о том, что будущее дома Руссова можно будет узнать к концу зимы. Наша компания самостоятельно заказала эту работу и сейчас она проводится. Я думаю, что в ближайшие два месяца мы будем знать, что же сегодня происходит с конструкциями дома Руссова и какие перспективы есть по его сохранению или спасению. Прошло уже больше двух месяцев, но дом Руссова все в таком же состоянии. 18 марта в здании уже даже успел произойти еще один пожар. А на строительных лесах, которые стоят еще зимы, давно никого не видно за работой. Мы заинтересованы, чтобы дом Руссова выглядел в том виде, в котором он сейчас есть. Если по каким-то причинам специалисты скажут, что сохранить его не удастся, то, разумеется, мы будем пытаться воссоздавать его, либо реставрировать в том виде, в котором он был построен в 1898 году. На сегодняшний день Горсовет рассматривает два варианта спасения здания. Первый – в суде выкупать квартиры за государственные деньги у строительной компании Инкор. Второй вариант – переговоры с инвестором. Ольга Китик, Юрий Шинкаренко, Вячеслав со штаба, Думская ТВ.